Шутки кончились. Высокопоставленным чиновникам в Крыму инкриминируют уголовные преступления. Отстояли. Карьера вблизи Карадагского заповедника не будет. Испытания на прочность. Греция угрожает Европе экономическими потрясениями. Об этом мы не только поговорим в программе «Особый взгляд на Первом Крымском». Вспомним вместе основные события уходящей недели. Украина вновь пытается привлечь к себе внимание. В этот раз угрозами об отключении электроэнергии для Крыма. Профильные службы полуострова были приведены в полную готовность. Однако никакого ограничения из Украины так и не ввели. А позже Киев объявил об увеличении цены на электроэнергию для полуострова на 14%. Эксперты связывают это с неудачными переговорами о поставках газа. А в Чернобыльской зоне несколько дней не могут потушить новый пожар. В этот раз горит лес. В ликвидации последствий задействовали более 200 человек. На предложение помощи от российского МЧС Украина не отвечает. В то же время госинспекция по ядерному регулированию отметила, что в некоторых районах повысился радиационный фон. В частности, фиксируют повышение содержания Цезия-137, который считается особо опасным. Передача Крыма Украинской ССР не соответствовала Конституции Советского Союза. Такое заключение дала Генеральная прокуратура России в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Миронова. В письме за подписью замглавы ведомства Сабира Кехлерова говорится, что в Конституции не было пунктов, согласно которым президиум мог принять такое решение. В то же время отмечается, что это письмо не является решением, а прокуратура просто выступает в роли эксперта. А в Крыму тем временем выросли цены на услуги ЖКХ. По сообщению главы профильного министерства Александра Жданова, средний рост цен составит около 10%. Министр подчеркнул, что такие повышения носят вынужденный характер и будут происходить до 2017 года. В следующем году планируется принять программу, согласно которой на полуострове постепенно установят экономически обоснованные тарифы. Не порадуют крымчан и тарифы на проезд в междугородних автобусах. Они стали больше почти на треть. Возможность еще больше увеличить цены перевозчики получили в результате соглашения с Госкомитетом по ценам и Минтрансом Крыма. Взамен же предприятия должны будут повысить зарплату водителям и обновлять не менее 10% автобусного парка в год. Нововведения в этом месяце есть и в правилах дорожного движения. Согласно изменениям, теперь попавшие в ДТП автомобили, если они мешают движению, нужно убрать с проезжей части, предварительно зафиксировав все на фото или видео. Значительно ужесточили наказание за езду в нетрезвом виде. За повторное нарушение теперь можно отправиться в тюрьму на два года. В Кабардино-Балкарии, кстати, уже сообщили о первом уголовном деле. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте ГИБДД. Темой номер один уходящей недели стала новость, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы не только на полуострове, но и далеко за его пределами. В Крыму по подозрению в совершении уголовных преступлений были задержаны сразу два высокопоставленных чиновника. Не абы кто, а министр промышленной политики и глава налоговой инспекции. Именно эти должности занимали Андрей Скрыник и Николай Качанов на момент своего задержания. Не абы кем, а сотрудниками Федеральной службы безопасности в первом случае и Следственного комитета во втором. Именно в этих организациях заподозрили недобросовестных чиновников в нарушении закона. Когда в СМИ появилась информация о задержании министра промышленной политики, общественность еще переваривала новость, связанную с другим громким разбирательством по делу министра имущественных и земельных отношений. Напомним, его Сергей Аксенов отстранил от работы накануне. Именно по подозрению в недобросовестном отношении к своим функциональным обязанностям. Когда же спустя всего день после руководителя Минпромполитики задержали еще и главного крымского налоговика, удивлению очень многих не было предела. Такого крымчане, да и не только они, не просто не ожидали, чего уж греха таить никогда не видели, хотя и очень хотели. И здесь надо отметить, что крымчан впечатлила не только работа силовиков, но и позиция самого Сергея Аксенова. Все решит следствие, сказал глава республики. Если виноваты, пусть отвечают. Эмоций действительно было немало. И все похоже лишь потому, что за время пребывания в составе Украины крымчане ни много ни мало отвыкли от главного, от профессионализма чиновников и силовиков. У нас ведь как было, этих трогать можно, тех нельзя, не того тронешь – пожалеешь, не того тронут – свои прикроют. Одним словом, порочный круг, выхода из которого в Крыму все 23 года никто не видел. А там, на Украине, где с коррупцией борются лишь на словах, увы, не видят и по сей день. О профессионализме одних и профнепригодности других – наш видеоматериал. Я говорил тебе, лучше не приходи. Говорил? Говорил. Я говорил тебе, с лестницы спущу. Говорил? Говорил. Говорил. Ну вот и не обижайся. И ведь не скажешь, что наших чиновников, как и героя легендарного советского фильма, не предупреждали. После того, как революционные мотивы воссоединения с Россией прошли, начались обычные трудовые будни. Тем не менее, привычка, похоже, действительно страшная сила. То, что было в порядке вещей при Украине, некоторые крымские чиновники попробовали перенести в российскую реальность. Не успели перестроиться. Надо работать на государство, надо работать на республику. И кто не согласен с этим, либо ошибается, либо сознательно идет на нарушение, тот в соответствии с законом получает то, что должен получить. Вот и все. Началось все с экс-министра транспорта Анатолия Цуркина. Ему правоохранители инкриминировали растраты бюджетных средств в размере 260 тысяч рублей. И их расходование на личные нужды. Дальше больше. Обычное пятничное совещание в итоге, похоже, стало последним в должности для министра имущественных и земельных отношений Александра Гордецкого. У него, как выяснилось, свой взгляд на арендные отношения в курортный сезон. Заключает, продлевает договоры аренды запорожской компании, которая с 2006 года там заключила договор. Корпус на берегу моря, 1200 квадратных метров. Отдают в аренду, продлевают на 25 лет, спокойно действуют. Отдают в аренду за 100 тысяч рублей, ну 110, по-моему, если я не ошибаюсь, в месяц. Ну, как бы, чуть меньше 2 долларов за квадратный метр. Корпус на берегу моря. Там за день, то есть такие деньги зарабатываются. Это имущество с 2005 года было передано в аренду. Поэтому мы тут только выступили. Уважаемый Александр Анатольевич, как передавалось имущество в аренду, да, при органах госвласти Украины, мы с вами знаем. Вы считаете, что на берегу моря имущество передается в аренду по цене там 1,5 доллара за квадратный метр. Вы где-то слышали вообще подобные цены, прежде чем вы вообще производите подобную перерегистрацию. Я вообще просто удивлен. Вы понимаете размахом, то есть в данном случае, то есть такой деятельности. Александр Анатольевич, вы отстраняетесь до момента проведения расследования. Оно будет публично, то есть определено. И другие договора мы проверим. А это еще один фигурант антикоррупционных мероприятий силовиков. Министр промышленной политики Крыма Андрей Скрынник. Его обвиняют в пособничестве мошенникам. Цена вопроса внушительная. Чиновника подозревают в хищении республиканского имущества в Бочесарайском районе стоимостью более 48 миллионов рублей. И, наконец, еще один пример антикоррупционных разборок в Крыму. Николай Качанов. Налоговика задержались поличным при попытке дачи взятки. По данным следствия, 29 июня 2015 года подозреваемый передал сотруднику управления Федеральной службы безопасности России по республике Крым и городу Севастополю взятку в размере 300 тысяч рублей за сокрытие выявленных преступлений, а также других нарушений законодательства на одном из предприятий, а также за общее покровительство. Это только из самого резонансного. Еще стоит отметить, что по информации прокуратуры, антикоррупционная война полным ходом идет не только в правительстве, но и в самих силовых структурах. В первом полугодии 2015 года в Крыму возбуждено 120 уголовных дел антикоррупционной направленности, из которых более половины по фактам взяточничества. Фигурантами этих дел стали 13 сотрудников полиции, два работника управления Федеральной службы судебных приставов и два работника крымской таможни. И пока не ясно, что грядущий день готовит, политические эксперты сходятся во мнении. На самом деле сейчас происходит то, к чему уже давно шло и о чем неоднократно предупреждали. Мутная вода, как неизбежная издержка такого сложного переходного периода, она все-таки начинает заканчиваться, но многие за это время привыкли в ней чего-то там ловить, и вот теперь их приходится от этого отучать. Правда, отучать тоже надо с умом и по справедливости. Сам факт некоторых задержаний по-прежнему вызывает вопросы. Некоторые из них озвучил глава республики. В качестве показательного примера выбрал Андрея Скрынника. Там была масса вопросов, связанных с тем, что это государственное имущество на протяжении четырех месяцев неоднократно захватывалось. Различными мошенниками, которые заходили туда со зломом дверей, выгоняли сотрудников ГУПов. Так или иначе, мало того, хочу сказать, что в день задержания Скрынника опять неизвестные товарищи взломали двери в Райпотребсоюз. Зашли туда, захватили, выгнали сотрудников органов государственной власти. Не странно ли? Ну так просто. Для начала вопрос. Просто господин Скрынник в определенной ситуации, знаете, как избрал неправильный способ защиты. Цели были правильные, поставлены, но неправильно сформировал позицию. Поэтому я его отстранять от должности не буду. Вот пройдет публичное разбирательство, увидим в данном случае, все увидят, это не я буду лично принимать решение. Увидят в данном случае, что вопрос был решен справедливо. Будет такая ситуация. Но, поверьте, интуиция, она меня никогда не обманывает. Показывает, что это просто дымовая завеса, связанная с тем, чтобы имитировать на определенном этапе, вот имитировать борьбу с коррупцией. Ситуацию с Качановым Аксенов также не оставил без внимания. Это, наверное, первая в истории России ситуация вообще, или в мире, я даже не знаю, когда начальник налоговой не взял, а дал взятку. Вот просто, да. Я не защищаю господина Качанова. Если он такие вещи делает, он должен ответить за это по закону. Но не вызывает ли у нас определенных ассоциаций? Для чего вообще? Как у него вообще могла созреть такая мысль? Ну, наверное, все это наталкивало на определенные процессы. Знаете, пусть все идет публично в данном случае. Я считаю, что пресса будет следить за ходом расследования. Я буду настаивать в том, чтобы отчитывались по ходу следствия все должностные лица, которые проводят этот процесс. Кто-то скажет, мол, коррупция и власть – слова синонимы. Бороться с этим явлением так же бесполезно, как и бессмысленно. Однако пример некоторых стран показывает, что при желании и терпении даже с этим недугом общества вполне можно справиться. Например, в Китае с коррупционерами разговор короткий – украл лишишься головы. Причем на глазах у всего честного народа. А в Сингапуре сделали независимой судебную систему и ужесточили уголовное наказание за взятки. Если высокопоставленный сингапурский чиновник попался на этом, его дело рассматривается в особом порядке. В стране даже ввели особый юридический термин – презумпция коррумпированности. Иными словами, если госслужащий подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, он заведомо виновен и будет таковым считаться до того момента, пока не сможет доказать свою непричастность к коррупционным делам. И последний важнейший принцип – верпушка власти должна быть заинтересована в порядочности своих подчиненных. Способов искоренить коррупцию на самом деле масса, только вывод всегда один – если играешь в рулетку с уголовным кодексом, будь готов поплатиться за это не только должностью, но и свободой. Вот смотришь на все эти истории с задержаниями и думаешь, чего им мало. И предупреждали ведь не раз, причем на самых разных уровнях – от президента до главы республики. Работайте честно и все будет хорошо. Они лишь головами кивали в ответ, да видать, прикидывали какую бы схему очередную выдумать. То ли дело в бытность Крымом украинским. Закон нарушали, зная, что пока при должности никто тебя не тронет. А как придет новая команда, она на тебя дело заведет. Можно будет по старой до безотказной формуле. Вопить о политических преследованиях, прикрываться идейной оппозиционностью и прочее, прочее, прочее. Непонятно, что сейчас им всем не сидится, да не работает. Либо отвыкли от профессионального подхода к работе, либо никогда не знали, что это. Наверное, думали, что все с рук сойдет, раз переходный период пройден успешно, да еще с командой победителей Крымской весны. Да и просто не приняли всерьез слова Сергея Аксенова, прямо и не раз заявлявшего «неприкасаемых нет». А их действительно нет. Причем как в политике, так и в бизнесе, хотя грань между ними весьма размыта. В качестве примера конкретный случай, самый обсуждаемый на этой неделе, естественно, после задержания чиновников. Так вот, камнем преткновения стал карьер вблизи Карадагского заповедника. С одной стороны баррикад оказались представители бизнеса и, как это неудивительно, Министерство экологии и природных ресурсов республики, они никакой угрозы в карьере не усмотрели. С другой стороны, местные жители, эксперты и общественники. Кстати, добывать андезит на границе Карадагского природного заповедника предлагали еще в 2013-м. Тогда ученые выступали против. По мнению специалистов, карьер погубит заповедник, а также навредит местным жителям. Люди начнут болеть и останутся без воды. Стоит отметить, жители Коктебеля неоднократно устраивали акции протеста. Ну, тогда даже Донецкие не пошли на это. И вот, спустя два года Карадагскому заповеднику вновь угрожает промышленная добыча щебня. Сейчас для крымчан курортная отрасль стратегическая. А при разработке месторождения вблизи заповедника на туризме можно потерять гораздо больше, чем получить прибыли от щебня. Карьер вблизи Карадагского заповедника накрыл бы пылью не только близлежащие поселки, но и весь курортный сезон в отдельно взятом уголке полуострова. Ну и активисты Крымского штаба Общероссийского народного фронта обратились по этому вопросу к Сергею Аксенову. И дело кончилось чем? Многолетняя сага с разработкой карьера вблизи Карадагского заповедника завершилась в пользу крымской природы. Добывать андезит в Коктебеле не будут. Такое решение принял глава республики. Ознакомившись с результатами общественной экспертизы, Сергей Аксенов нашел Соломоново решение. Предложил подрядчикам найти альтернативные площадки для добычи стройматериалов. Богатство Карадага по-прежнему не дают покоя отдельным представителям крымского бизнеса. Темой недели стало обсуждение возможности размещения карьера по добыче андезитов в непосредственной близости от поселка Коктебель. Только местные жители наконец-то увидели реальные перспективы развития курортного потенциала поселка. Как над ним нависла угроза размещения промышленного объекта, грозящего уничтожить природу и повесить густое облако пыли над самим Коктебелем. Сказать, что люди возмущены, значит ничего не сказать. Вы понимаете весь смысл грандиозной древности и ценности культурно-исторического наследия России? Ответьте мне на вопрос. Мы вообще в России? Мы да, а они нет. Это не просто природный комплекс и не просто заповедник. Это еще древний потухший вулкан Карадаг. Это сейсмически опасная зона. И действительно, если произойдет внедрение в недра, никто сегодня достоверно не скажет, что произойдет. Бывших вулканов не бывает, говорят ученые. Бывают только временно спящие. И разбудить их с помощью взрывных работ, которые неизбежны при работах в карьере, проще простого. Никаких новых безопасных технологий добычи щебня, на которые ссылается предприниматель, на самом деле не существует. Мы говорим, одумайтесь, господа. Вы говорите о каких-то высоких технологиях. Как я знаю эти технологии. Взрывы, дробления, грязь, выезжающие и приезжающие огромные машины. Проблема моментально вышла за рамки Коктебеля и попала под прицел активистов Общероссийского народного фронта. Развитие любого бизнеса в ущерб курортно-туристическому потенциалу региона, по мнению общественников, недопустимо. И потребность республики в щебне для строительства дорог не аргумент. Зачем мы будем развивать Крым? Зачем у нас запланирован Коктебельский кластер, куда вкладываются миллиарды на развитие инфраструктуры, если мы убьем это? То есть мы сейчас сэкономим миллион-два, может быть, миллиард. Мы разрушим Коктебель. А куда поведут эти дороги? Куда поедут люди? Итог совещания – резолюция, которую члены регионального штаба ОНФ направили главе республики Сергею Аксенову. Они просят руководителя Крыма запретить любые строительные работы вблизи природных заповедников. В то же время в профильном комитете Крыма парируют. Разрешение на создание карьера у подножия горы Городак частная фирма получила еще при Украине. Но тогда особой надобности в проекте не было. Сейчас другое дело. Благодаря полученному щебню можно будет покрыть дефицит строительных материалов на полуострове. Когда это вопрос узкокоммерческий, это, конечно же, неприемлемо. Когда это вопрос государственный, это требует государственного подхода. Трудно спорить с этим утверждением. Но в итоге государственным подходом сочли все-таки бережное отношение к природе и экологии полуострова. Учитывая, что экологи и общественники выступили не просто с заявлениями, но и большой доказательной базой, руководитель республики, изначально заявлявший, что решение будет приниматься с учетом всех мнений, подытожил, бизнес в данном случае второстепенен. Исходя из тех докладов, которые вы сегодня представили, считаю разработку карьера недопустимой. То есть в данном случае вопрос закрыт окончательно. Карадагский заповедник мы не трогаем. Совместно с подрядчиками, которые хотели разрабатывать карьер, поискать альтернативные площадки. А окончательно отвадить от Карадага желающих запустить руку в богатство Крыма сможет присвоение заповеднику статуса федерального. Этим займутся в ближайшее время. Кстати, в ФСБ уже начали проверку разрешительной документации на разработку месторождения андезитов возле Карадагского природного заповедника. Вот конкретный пример, когда общественное мнение решает все. К общественному мнению вызывает и руководство Греции, обещая построить свой диалог с еврокредиторами в соответствии с настроениями людей. В это воскресенье в стране пройдет референдум, участникам которого предстоит ни много ни мало отстоять право нации на экономическое самоопределение и тем самым навсегда изменить Европу. Сам по себе плебисцит, который проводят греки накануне очередного раунда переговоров с европейскими кредиторами, не означает ни немедленного выхода их страны из еврозоны, ни тем более ее разрыва с ЕС либо НАТО. Ни в коем случае. Афины просто выторговывают у Брюсселя более выгодные условия экономического взаимодействия. И людям с крепкими нервами и чистым рассудком это очевидно. Но кто сказал, что таких людей достаточно много? Причем как в Европе, так, например, и в США. Ведь администрации Барака Обамы повсюду мерещится рука Кремля. И шутки о новой военной базе России на островах греческого архипелага, в случае, если Афины вдруг отвернутся от Брюсселя в сторону Москвы, в Белом доме не кажутся очень смешными. Как бы то ни было, Европе есть на чем задуматься. Ведь плебисцит в бедной Греции – это, пожалуй, цветочки. Ягодки – референдум в богатой Великобритании, ценой вопроса которого будет членство этой страны в ЕС. А все из-за банальной экономики, а точнее экономической политики Брюсселя. Она мало того, что по факту разоряет и без того небогатые страны, так еще и заработать им не дает. Ну, например, из-за всяких там санкций в отношении других стран, как, например, наша в интересах третьих, как, например, США. О многочисленных проблемах Греции, которые стали головной болью Европы, наш видеоматериал. Все разваливается. Греция оказалась в шаге от дефолта, а еще выхода из еврозоны и стала первой страной с развитой экономикой, пропустившей платеж Международному валютному фонду. Сумма – 1,6 млрд евро. Последний срок, когда можно было заплатить по счетам, истек в ночь с 30 на 1 июля. Афины не смогли в последний момент договориться с кредиторами. В Греции до понедельника закрыты банки, а в банкоматах ввели лимит. В день можно снять только 60 евро. Премьер-министр Греции Алексис Ципрос призвал жителей сохранять спокойствие и заявил, что все банковские вклады находятся в сохранности. Деньги выходят из обращения и будут заменены до деревянные рубли. Население не пострадает. Всем ждать до завтра во дворец. Вот ума нету. Ага, знаю я, как не пострадает. Вы если скажете, население не пострадает, значит все, спасайся, кто может. Жители и гости Греции в панике, проклиная ЕС, штурмуют банкоматы. Да пошел этот Евросоюз, пошло подальше. Огромные очереди выстроились у аппаратов, пока еще выдающих деньги. На воскресенье, 5 июля, назначен референдум. Местные должны решить, будет ли страна выполнять требования кредиторов и таким образом избежит дефолта, либо откажется от этого и фактически станет банкротом. В преддверии референдума обстановка во Финнах накаляется. На многотысячные пикеты выходят и те, кто поддерживают курс правительства на сопротивление давлению со стороны ЕС, и те, кто выступает за погашение долга любой ценой. Выход Греции из ЕС не вариант для обеих сторон. Это было бы началом конца еврозоны. Негативно сказалось бы на населении Европы. Европа взялась за голову. Крах ЕС очевиден. Многие специалисты однозначно отмечают, исход событий предрешен, если не произойдет чудо. Экс-президент Совета Европы прям запереживал, мол, выход Греции из ЕС повлияет на расклад сил в мире и на противостояние Украины в отношении России. Выход Греции из еврозоны несет серьезные геополитические последствия и для конфликта между Украиной и Россией, позволяя Российской Федерации воспринимать Евросоюз слабым объединением. И такие опасения европейских политиков понятны, особенно когда о возможных протестах в ряде стран ЕС говорят открыто. Далеко за примерами ходить не нужно. Недавний визит в Крым депутата Европарламента Чехии Милослава Рансдорфа тому яркое доказательство. По его мнению, в странах Запада сегодня нет ни единой европейской промышленной, ни единой энергетической политики, ни потенциала экономического роста. Другими словами, царит капитализм для бедных и социализм для богатых. В результате во многих южных странах Евросоюза вполне реальна угроза социального взрыва, считает политик. Так, если в 2003 году, когда в Чехии прошел референдум о присоединении к ЕС, запроголосовало 74% чехов, то сегодня чехи проголосовали бы против. Трезвение. Процесс трезвения начинается. Отрезвление, правда, началось не у всех и не для всех. Милослав Рансдорф говорит, многие его коллеги по Европарламенту до сих пор живут по принципу «меньше знаю правды, крепче сплю». И тут главное хорошо выспаться, чтоб рука Кремля везде не мерещилась. А во что превратилась сегодняшняя Европа и Америка? А давайте расскажем людям правду. Там же ничего святого не осталось. Там уже неизвестно, они уже скоро не будут знать, откуда дети. Да и откуда знать, когда в США легализовали однополые браки. По этому случаю даже Белый дом перестал быть белым. Барак Обама назвал это событие победой для Америки. Президент Зимбабве необычным образом отреагировал на эту новость. 91-летний лидер африканской страны выступил с предложением к Бараку Обаме. Раз президент Обама поддерживает однополые браки и защищает гомосексуалистов, я готов, если это будет необходимо, поехать в Вашингтон, опуститься на колено и попросить его руки. Дурдом по-другому не назовешь. И вот совершенно другая жизнь. Российский Крым на фоне всего происходящего можно назвать полуостровом на карте, которому повезло быть спасенным. И вот то отрезвление, о котором говорил депутат Европарламента Милослав Рансдорф, сейчас пришло в Греции. Где быть, с кем быть и как жить. Я думаю, может быть, 80-90% хотят проголосовать против ЕС. Люди уже просто в безвыходном положении. И говорят, что лучше Драхма, чем Евро и Евросоюз. Да, люди знают, что Драхма может обесцениться. Люди говорят, что того, что они производят, им хватит для того, чтобы себя прокормить. А как себя прокормить? Лучший пример – Россия и санкции. Обстоятельства европейской истерии повернули государство в сторону собственного производства. Так что кто кому навредил, нужно еще разобраться. Греции же остается просто уйти красиво. Перспектива ее выхода из еврозоны, кажется, уже никого не страшит. Сейчас все больше волнует, что будет дальше и кто следующий. А все-таки забавно получается. Родина демократии, кой является Греция, угрожает экономическому благополучию ее же оплота, койми является вся Европа. И хочет того Брюссель или нет, но воскресный референдум, который собираются провести Афины, все же заставит старый свет задуматься об очень многом. Как минимум о том, все ли правильно, а главное справедливо в том мироустройстве, модель которого европейцы считают почти обязательной для подражания всеми. Наша страна никому подражать не собирается и, думаю, не будет. Впрочем, о жизни России и Крыма мы поговорим уже на следующей неделе в программе «Особый взгляд» на Первом Крымском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин